Они задумались и исправили положение вещей. А что нужно для этого сделать? Для этого нужно просто перестать донатить. То есть оставить их без хлеба, без кормежки, без разработчиков. А еще хороший показатель был. Ты, наверное, не помнишь, да, когда была индикация нарки отключена? Нет, нет, это нет. Наверное, ты даже в те времена еще не играла, Катя. Да, еще не играла. Так вот, хорошая фишка была. Мы собрались на форуме с ребятами и сказали, что просто отказываемся заходить в игру. Форум получил широкое распространение сам, непосредственно этот топик на форуме. Кидались ссылки в чат на него и так далее. Все люди читали. И в ближай... Там очень короткое время. Заполняемость, поищаемость серверов упало там, по-моему, 45 тысяч тогда было. До что-то там до 10 тысяч игроков всего, или до 8, представляешь, днем. И так два дня было. На третий день разработчики Антон Волков выступил, сказал, блядь, ребята, извините, мы, конечно, да, в следующий раз будем думать головой и советоваться с вами по поводу принятия всех таких глобальных решений, как переменение в танках. Это было только из одной отмены индикации нарки. Ты представляешь, как народ перестал играть? Почему сейчас этого не происходит, объяснить довольно просто. Я сейчас объясню. Все держится на той самой шкалоте, которым интересно попробовать абсолютно. И не только шкалота, конечно, еще и просто много, которые взрослые даже люди играют, заходят и регистрируются. Им интересно пробовать все оружия, корпуса, всю эту хрень. Но поверь мне, Катя, когда они всего этого направляются, когда часть игроков после новогоднего скида купит себе что-то и начнет играть, их начнет так жестко пинать и нагибать, что они перестанут играть. Им будет скучно. А мы, старички, уже не будем играть, потому что нам неинтересно. Играть в такие танки и западло. Ну, что еще могу сказать? Все, и онлайн, очень сильно онлайн-игры упадет. Люди будут заходить, общаться в чатах и так далее, но в играх не будет практически никого. Допустим, к примеру, сегодня на 7-й седва я захожу. Что, думаешь, я вижу в обед? Четыре битвы. Четыре битвы. Всего? В обед? Всего? В обед четыре битвы, и то неполное. Я думаю, блядь. Ну вот, вот тебе показатели. Никого в помине из моих знакомых нету. Да. Вообще, это просто чушь. Показатели-то уже на лицо, все видно. Кланам они, конечно, сами закупили все, что нужно. Разработчики кланам дали М3 корпуса, дали все это, понимаешь, все это. Топовым кланам, конечно же, я имею в виду. Двум-тремым топовым кланам, они купили все это, чтобы создать видимость, что все нормально, в танках у всех есть все, что нужно. Показать. Знаешь, хотя бы при плохой игре сделать хорошую мину, знаешь, вот. Чтобы люди донатили и видят, что как бы у других есть. Ну, в деле это все хуйня, на самом деле. Опытные игроки вроде меняют, да и многих других. Прекрасно понимаешь, что это наебало очень жесткое. Очень жесткое наебало, которое никому совершенно не нравится. Наебали тебя раз, ну... Значит, наебут обязательно второй раз. Если ты лох, ты попадешься на эту удочку еще раз. А смысл там какой? Как же мне было по кайфу и хорошо и комфортно. Вот, ты представляешь, после индикации на арке, спустя долгое-долгое время только я вернулся к игре, там, два месяца я не играл. Настроение было скучно, в кайф. Вообще в край. В итоге я потом вернулся. Как-то... Что очень сильно обгадили игру. Вот, но... История повторяется. Нам опять все портит. Все портит. Вот ты шла до Маршалла и качала что-то. Что ты сейчас можешь себе позволить? Тебе с ним не... Знаешь, вот что? Что интересно, я на Маршале имела Twinz M3, Vig M3, да? Fries M3, Ricochet M3, да? И краска низкая. Сейчас же я смогла купить только Grom M3, Viking M3 и самую дешевую красочку. Которую ты совершенно не спасет ничего. Да, которая только от Grom'ов в основном и идет. Ну, вот даже... Это лаги у меня или это вообще лаги? Нет, у тебя лаги. Да? У тебя мерзли, да? Да, у меня FPS упал очень сильно провис. FPS до 8 провис вообще. Он для тебя сейчас. Давай просто поговорим тогда. Давай Grom, если хочешь. Давай, Grom. Давай, Grom сейчас. Гром нагибатель, его обязательно будут нерфить. Мне кажется, Grom урежут очень сильно. Ты думаешь, ему больше дали? Я не думаю, я его уверен. У него дамаг очень большой, ему урежут. Я думаю, он на 10-15% снизит дамаг, Grom. Да, я не думаю, я в этом уверен. Я уверен, что сейчас временно ослабший рикошет наверняка усилит. Я уверен, что фриз тоже усилит. Я уверен, что понерфят также и Зиду. Я уверен, что шафту добавят мощности. Скорости и брони, чтобы он поближе был к старому викингу. Если они не сделают откат, то хотя бы они со временем внедрят. В принципе, сделают то же самое. Но, блять, с такими дикими ценами, конечно. Проще бобру сосать, дать с его зубами, блять. Пусть погрызет, блять. Чем покупать все это. А хорь? У хорька не такие зубы, как убара. Сосать не так больно будет давать.